В московском Крокусе состоялась одно из крупнейших ежегодных мероприятий в отрасли ИБ выставка «Инфосекьюрити Раша-2013». Обсудить последние тенденции в отрасли в павильон номер 2 выставочного центра съехались специалисты в области безопасности из сотен крупных компаний. С докладами и в качестве рядовых посетителей выступили представители операторов сотовой связи, транспортных и энергетических объектов, разработчиков решений ИБ и, конечно же, банков. У выставочных стендов свыше полусотни компаний, принимавших участие в мероприятии, поминутно образовывались заметные скопления людей. Посетители осаждали сотрудников стендов, знакомясь с решениями в области ИБ, завязывая деловые контакты, обговаривая условия партнерства. Яркие впечатления у посетителей остались от стендов компаний, которые проявили творческий подход и устроили эффектные представления. В центре павильона гремел небольшой оркестр. От мелодий духовых и ударных укрыться получалось только в конференц-залах. Оставив все вопросы техники и практики для стендов, специалисты ИБ параллельно в нескольких залах обсуждали вещи концептуальные. Российское право в области ИБ, туманные перспективы облачных сервисов, кибервойны ближайшего будущего и многое другое. Посетители постоянно курсировали между залами, пытаясь послушать понемногу в каждой из секций. Ведь часто самые интересные доклады выпадали на одно и то же время. Доклады о способах выполнять требования регуляторов, о реальном обеспечении ИБ в банках, о перспективах развития национальной платежной системы шли сплошным потоком. Отлучаться с них было себе дороже. В более просторном конференц-зале велись более общие рассуждения. Например, круглый стол о том, чем живет российская отрасль ИБ в последние годы, или секции об управлении безопасностью в облачных виртуальных средах, о возможностях обработки бигдейта, о борьбе с инсайдерами. Любопытно, что параллельно проблематика докладов активно обсуждалась через социальные сети. И в ходе докладов многие посетители смотрели то в сторону президиума, то на экран своего планшета. Отличный способ следить за мероприятием в режиме онлайн, причем с учетом личных мнений участников. Своим мнением о мероприятии участники InfoSecurity Russia согласились поделиться в эфире БИС-ТВ. На это мероприятие я приезжаю каждый год. Интересно оно мне возможностью общения с различными вендорами, поиск новых продуктов, новых решений, а также общаюсь с коллегами. Ожидал, конечно, что площадка будет больше, большего количества участников в этом. К сожалению, немножко сократилось, даже по сравнению с прошлым годом. Программа идет в русле современности, я точно могу сказать, потому что выступают среди выступающих различные докладчики, в том числе и представители бизнеса, представители силовых структур, различных регуляторов. И они знают, как дела обстоят в России. Нам интересно и на стенде постоять, нам интересно показать, что мы знаем, что умеем. Нам интересно выступить и в деловой программе, потому что деловая программа подобрана так, что можно узнать не только про существующие угрозы, проблемы в области информационной безопасности, но даже еще и про будущее. А это здорово. В принципе, это в какой-то степени анонс каких-то вопросов. То есть, скорее, это помогает задуматься о чем-то, узнать что-то новое, наверное, в этой части. Особенно понравилась секция по поводу Cloud IT и все с этим связанного. То есть, действительно, проблем очень много, подняты были действительно существенные вопросы, поэтому было интересно поприсутствовать на выставке. В этом году организаторы события GrowTech предлагали посетителям на портале InfoSecurity Russia сформировать свой собственный план мероприятия. То есть, отобрать по анонсам понравившиеся доклады и экспортировать результат. На самой выставке часто попадались посетители, разглядывавшие распечатку личного плана и мучительно выбиравшие, на какой же из наслаивающихся друг на друга докладов пойти в ущерб остальным. В связи с этим хочется верить, что организаторы готовы работать в тренде популярного сегодня анализа Big Data и, изучив личные программы участников, по итогам нынешней конференции сделают правильные выводы. Тогда, в будущем году, программа будет построена более удобно, с учетом глаза народа, а самые популярные секции конференции разместятся в подходящих им залах. БИС-ТВ 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 БИС-ТВ